Утечка персональных данных, как защититься от неправомерного использования информации мошенниками, а также, что скрывается за антипиратским законом, почему документ требует доработки. Здравствуйте, в эфире программа «Парадоксы» в студии Александр Вейкер. У нас сегодня в студии сенатор, член комитета по образованию и науке Совета Федерации Руслан Гатаров. Здравствуйте, Руслан Усманович. Здравствуйте. И руководитель практики трудового права юридической фирмы «Гольцблад» БЛП Надежда Илюшина. Здравствуйте, Надежда Викторовна. Добрый день. Вы, уважаемые слушатели, также можете участвовать в нашей беседе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Ну, борьба с пиратством пока, на мой взгляд, по крайней мере, не приносит ощутимого результата, а может быть и не стоило затевать всю эту политику, политику борьбы, Руслан Усманович, как вы считаете? А кто сказал, что не приносит результата? Правообладатели, те, на которых распространился антипиратский закон, хлопают в ладоши и говорят, наконец-то мы хоть как-то нашли управу на этих пиратов, которые нас обворовывают, которые не дают нам монетизировать плоды нашего творчества. А представители отрасли хлопают в ладоши и говорят, что супер работает Роскомнадзор, супер работает Мосгорсуд. Никаких вопросов нет, но есть риски, которые заложены в формулировках, которые надо доработать. Три направления. Ну вот когда начал работать этот антипиратский закон? С 1 августа? 1 августа. Да, но вот зайдите сейчас в Яндекс и попробуйте найти любой фильм. Вы найдете и можете его посмотреть в онлайне. Все это есть, все это доступно. Информация как была доступна, так и осталась. Ну, например, что я вам могу сказать, что, еще раз, вы вот говорите вещи, которые там говорят обычно граждане сейчас. Да, я на стороне граждан сейчас, я пытаюсь понять, зачем мы это делаем. Для чего мы это делаем? Вот очень хороший аргумент прозвучал там от правообладателей, от тех, кто делают кино, на которых уже распространяется закон. Они говорят, мы поддерживаем то, чтобы этот закон в обязательном порядке в ближайшее время должен расшириться на тексты, на книги. Почему? Потому что в отрасль книжную не идут молодые люди. Они не идут писать книги, потому что монетизировать это невозможно, это сложно. А монетизируют это пираты. Почему они это поддерживают? Не потому что они такие хорошие и творческие люди. Они говорят, у нас сценарий писать некому. Из-за этого мы производим не совсем качественную продукцию. Мы берем старые истории, переписываем их на новый лад, снимаем по ним фильмы. Мы берем там американские, западные истории, переписываем их на нашу историю и делаем. То есть из-за того, что у нас нет нормальной схемы монетизации интеллектуального труда, у нас в эту отрасль идут все меньше и меньше людей. Нет, я понимаю, что правообладатели и издания, они хотят получить выгоду, то есть хотят получить деньги за тот продукт, который они производят. Но не кажется ли вам, что мы это уже проходили в нашей истории, когда появилась книгопечатание, да, и вот эти авторские права, они по большому счету никому не принадлежали. И книги, которые мы покупали, вот как потребители, да, я, прочитав книгу, я мог передать ее кому-то другому, да, почитать ту же книгу. Теперь же, когда она в электронном варианте, судя по тому закону, который принимается, я не смогу этого сделать. Подождите. Вот что касается там, я отвечу на ваш вопрос. В чем результат? Результаты в том, что крупнейшие площадки, которые хотят работать в законном поле, начали, что называется, более эффективно договариваться с правообладателями по поводу того, чтобы они размещали на своих площадках именно законный, то есть не пиратский контент. А с другой стороны, этот закон подвинул правообладателей пойти навстречу интернет-компаниям и дать им этот самый законный контент. Потому что, ну, например, Яндекс сейчас ведет работу и говорят, что мы бы хотели получить там от нескольких компаний контент, мы его очень хотим, мы умеем его монетизировать, дайте его нам. И тогда вы будете получать деньги, мы будем получать деньги, все заработают, это хорошо. При этом, что самое важное, выиграет и гражданин. Как? Очень просто. Будет хорошая качественная копия, за нее, скорее всего, даже не придется платить, там просто будет возможность того, что будет реклама. Все. Ну, по большому счету, мы все пользователи интернета платим и так за интернет-услуги провайдеру, правильно? По большому счету, провайдеры могут бы расплачиваться за этот бесплатный контент, который размещается. Провайдер? Да, почему нет? Подождите, вот давайте мы здесь не будем, то есть вы хотите операторов связи назначить теми, кто будет вам продавать интернет с контентом. По большому счету, они мне и так продают услугу, интернет-услугу. Они вам продают трубу. Они продают связь. Они продают вам трубу, то есть трубу, через которую вы можете заливать себе игрушки, образование, фильмы, книги и так далее, журналы, газеты. Я понимаю. Они не хотят выходить, операторы говорят, исключите нас из антипиратского закона. Мы не хотим. По решению суда, там, нужный сайт мы заблокируем. Но исключите нас. Мы не хотим, мы не хотим монетизировать эту историю. Ни в коем случае. И я считаю, что это неправильно. Завтра тогда они и WhatsApp, и Skype скажут, все, тогда тоже. Они теперь для вас будут платные, будут вот столько. Поймите, это вы открываете такой ящик Пандоры, что мы его потом не захлопнем. Смотрите, вот в интернете очень часто мы видим вопрос, который задается пользователям. Считаете ли вы правильную борьбу с пиратством в интернет-сетях? Вот один из ответов меня очень поразил. У меня на жестком диске только иностранных фильмов 268 штук. Цена лицензионного DVD, скажем, 300 рублей, хотя обычно больше. Умножаем. 80 тысяч 400 рублей. Вспоминается анекдот. Если водка станет стоить 100 рублей, ты станешь меньше пить? Нет, сынок, это ты станешь меньше есть. Но в целом государства заинтересованы в занятости народа просмотрами фильмов, так как это отвлекает. Пример Голливуд во времена Великой депрессии. Так что сажать все равно не будут и даже штрафовать. Это пиратов так, чтобы совсем не борзели гоняют, а ей им делают. Вот реакция интернет-сообщества на это. Все равно найдется лазейка и найдутся люди, которые смогут придумать, используя новые новейшие технологии, как обойти этот пиратский закон. Понимаете, так или иначе, мы начали борьбу с пиратами. Мы пока этого нет в ближайших планах, не будем бороться с теми, кто смотрит. Вы знаете, что в Америке, если ты скачиваешь пиратский контент, ты тоже подвергаешься наказанию. Но! Ну и в Америке нашлись ловцы. Ну, понятно. Тех, кто на самом деле... Да, давайте тогда уже... Да, после новостей вы закончите свою мысль. 65, 10, 99, 6, код города 495. Либо пишите на сайт finam.fm, на страничку программы «Парадокс». Мы сегодня говорим о антипиратском законе, о том, что происходит в интернете, о утечке персональных данных, все, что связано с глобальной сетью, нашими правами. Сегодня у нас в гостях сенатор, член Комитета по образованию и науке Совета Федерации Руслан Готаров и руководитель практики трудового права юридической фирмы Goldsblood BLP Надежда Илюшина. Но мы несколько так в первой части Надежду отодвинули на второй план, потому что с Русланом вы в основном говорили о антипиратском законе, о том, какими правами мы, как пользователи, обладаем, и за что мы несем ответственность, по большому счету. Вы не закончили это одну мысль. Одну мысль. Мысль очень короткая. Кого мы считаем, кто сейчас для нас пираты? То есть мы намеренно убираем гражданина, который привык скачивать. Мы пока им не занимаемся. Но тех, кто ставит на свой сайт пиратское видео и не снимает после того, как к нему обращается правообладатель, либо его просит в рамках решения суда, уже просит Роскомнадзор. Это пират. И второе, мы расширять будем эту историю. И здесь очень четко нужно предусмотреть, в том числе, ответственность. Административную, денежную, не уголовную. Если вы поставили себе какую-то новинку в бложек и говорите, ребята, приходите и смотрите, то вы тоже можете попасть под административную ответственность. И это в ближайшее время будет четко прописано в законодательстве. Надежда, а вы пользуетесь интернетом именно в этом плане? Бывает видео, которое вас затронет и вы хотите поделиться с друзьями? Выкладываете его? Я, к счастью или к сожалению, не настолько продвинутый пользователь интернета. То есть что-то скачать и посмотреть я могу. А как перетраслировать дальше? У меня нет в этом интереса, скажем так. Но вот Руслан в своем комментарии затронул очень интересную тему, которая касается привлечения к ответственности и снятия фильма из какого-то блога по решению суда. То есть у нас есть, скажем так, нормативная правовая база и юридическая возможность сделать кого-то ответственным за какое-то действие, которое государство или суд сочтет неправомерно. Но вместе с тем нужно посмотреть именно на процесс, как будет происходить привлечение этого лица к ответственности. Потому что обращение в суд... Были такие истории, очень известные, громкие истории, когда учителя в средней школе... За пиратские... Да. Это Майкрософт его так развернула. Была еще история с многодетной матерью четырех детей, которая скачала фильм и решила посмотреть. На нее тоже подали в суд. Но это было, насколько я помню, где-то за границей, но нет, не эта история. Я тоже не помню где, я помню саму историю, что именно это было. Это и сейчас возможно, но и правообладатели могут это делать. Ну, то есть бороться с конкретным гражданином в рамках, я так понимаю, гражданского кодекса. Ну, это абсолютно непродуктивно. Ну, понимаете, да, опять же вопрос возникает в чем, да, какие суды у нас отвечают, да, то есть в виде никаких судов относятся вот эти вот все дела, да. То есть если я правильно понимаю, то вы планируете, что это будут суды общей юрисдикции? — Смотрите, вот на данный момент это Мосгурсуд. Вот только по антипиратскому закону одна дверь, что называется, или одно окно — это Мосгурсуд. Ровно для того, чтобы четко наработать правоприменительную практику, потому что урлы много очень, тонкостей очень много, и очень важно, чтобы добропорядочные ресурсы не пострадали. Потому что идет блокировка в том числе по IP, а когда IP-шник выглушите, то... — Это одна из ключевых тем было, беседы, да, и дискуссии, которые сейчас разворачиваются. — Мы, в общем-то, близки к консенсусу по этому направлению. — Да, вы хотели... — Да, судя по тому, что, говорит Руслан, это очень хорошая тенденция на самом деле, да, и понятно, что, ну, принятие самого, сам факт принятия закона, да, и поднятие этого информационного пласта во всеобщее обсуждение — это уже достаточно прогресс и довольно большая победа, но, судя по тому, что, говорит Руслан, процесс будет весьма-весьма небыстрый, да, скажем так, потому что, ну, сколько у нас людей живет в стране, да? — Практически каждый пользуется интернетом. — Каждый пользуется. — 143 миллиона. — Вот. — Из них 67% раз в месяц за... — Ну, активные пользователи. — Нет, раз в месяц, ну, то есть или раз в неделю. Активных пользователей, по-моему, 51%. — Ну, это больше половины. — Ну, то есть, представляете, да, что Мосгорсуд, он всех, скажем так, все эти случаи, все эти дела, он оперативно не покроет, да, учитывая особенно то, с какой скоростью у нас ведется судопроизводство, да. Поэтому, да, судя по всему, это будет долго. — Я вот процитирую еще одно высказание, которое я прочитал в интернете. Современное развитие связи и глобализации привели к тому, что, к примеру, писатель, чью книгу бесплатно прочитали 500 миллионов человек, будет гораздо богаче писатель, чью книгу купили 50 тысяч читателей. То же самое абсолютно верно для композиторов, актеров, певцов. Гонорары за их концерты и авторские выступления за использование их работ на радио, телевидении и в кино вырастают в геометрической прогрессии в зависимости от степени их популярности. И, кстати, сами продажи дисков и книжек тоже увеличиваются в зависимости от роста аудитории. Неважно, платный или нет. Это ведь правда? — Правда. И здесь я и говорил о том, что монетизация возможна и как бы через бесплатный показ фильмов, рекламы. Но если монетизируетесь, вот вы, там, не знаю, сняли фильм, он очень успешен. Но я его показываю на своем сайте и зарабатываю я, а не вы. Вы ничего, я вам ничего не плачу. Вы мне не давали прав. А я зарабатываю, ну, не знаю, на рекламе, на скачиваниях. Я зарабатываю. Вы считаете это правильным? Я нет. Так вот, то, что вы сказали, абсолютно правильно. И правообладатели сейчас говорят, да, мы видим, мы понимаем, что интернет — это не наш враг. Для нас это в том числе партнер, через которого мы информационный посредник, через которого мы будем показывать эти копии. Мы будем показывать наш контент, будем показывать либо бесплатно, либо очень дешево, но мы хотим монетизироваться. Ведь что происходит с картиной? Вот каждый четверг картина выходит, ну, то есть каждый четверг у нас премьера. Да. И не одна. Вот если в пятницу появляется картина в интернете в нормальном качестве, а ведь рекламная кампания прошла на всех столбах, на Первом канале, на всех, везде, баннеры в интернете, ее в первый день смотрят, грубо говоря, миллион человек, во второй день 400 тысяч человек, к концу недели, ну, то есть уже там 50 тысяч человек. То есть нужно принимать и защищать права конкретных правообладателей два-три дня основных, а вообще две недели. Через две недели — все, в общем-то. Для них это уже не особо актуально. Аудитория, которая находится в интернете, зачастую, ну, редкий посетитель кинотеатров, если мы говорим о кино. То есть они любят смотреть кино именно в глобальной сети. И правообладатель, если он заинтересован получить как можно больше денег, он был бы заинтересован прежде всего поставить именно в первую неделю свое произведение. И получив за это деньги через того же провайдера, который не хочет заниматься этим вопросом. Я пользуюсь несколькими платными и бесплатными приложениями потокового видео, и меня не устраивает цена. Цена достаточно большая, там, 300 рублей, 150. Да, она высокая. Есть некоторые фильмы по 50, вы можешь купить, там, доступ к библиотеке, там, не знаю, за тысячу рублей в месяц. Вот поэтому вся эта борьба с пиратами напоминает борьбу с витринным медицем. На самом деле техника, технологии, новые возможности, они идут гораздо быстрее, чем разработка новых законов по борьбе с пиратами. На самом деле это не пиратство уже никакое. Ну, как не пиратство? Если, если, вот, ну, еще раз, там, мне нравится пример. Вот у меня есть, там, щиток дома, я плачу за электричество, а вы у меня подключились. Ну, это воровство? Воровство. Ну, точно так же и с интернетом и пиратством. Ну, так ведь. Ну, а как по-другому-то? И в этой ситуации мы не говорим, что мы всех сразу поменим, но мы должны договориться с основными участниками рынка, поисковиками, крупными площадками, на которых происходит это сейчас. Иногда крупная площадка до последнего времени просто не могла понять, а с кем ей связаться, чтобы получить, там, легальную копию того или иного фильма. Сейчас антипиратский закон сблизил эти позиции. И мы, и еще раз говорю, это не моя позиция. Это реально, вот, за большим столом, там, в администрации президента, где создана площадка по обсуждению и доработке этого закона, сидят, с одной стороны, правообладатели, с другой стороны, крупнейшие интернет-компании. И зачастую они не могут найти общий язык. Ну, очень часто не могут найти. То есть, правообладатели говорят, давайте подзатянем, а интернет-компания говорит, не-не-не, давайте подрастянем узелочек, который мы завязали. И мы должны найти баланс. В аналитическом докладе состояние киноотрасли России, вот небольшой фрагмент зачитаю. Меры по борьбе с пиратством в аудио-визуальной сфере напоминают затыкание дыр на тонущем корабле с огромной пробоиной. Если смотреть на ситуацию шире, то становится совершенно очевидным, что современный технологический уровень развития высоких технологий не соответствует сложившейся, в том числе и экономической системе взаимоотношений между производителями, распространителями и потребителями. В советский период, согласно Марксу, про эту ситуацию сказали бы, что производственные отношения отстают от развития производственных сил, что неминуемо приведет к смене формации и созданию адекватных производственных сил социальных и экономических отношений. То есть, нет технологий, нет понимания, как можно найти общий язык. Вот к чему нас подталкивают правообладатели, чего мы делать не хотим. Мы не хотим обязывать премодерацию контента. То есть, грубо говоря, чтобы сам поисковик, сам владелец сети выискивал и уничтожал или не давал ставить ворованные копии. Этого хотят правообладатели. И они, конечно, будут за. Но мы понимаем, что это будет очень большой нагрузкой на отрасль. Это очень сильно уменьшит быстродействие того, как мы пользуемся интернетом. Ну, то есть, вам постоянно будет говорить, а вот докажите, что это ваше. А докажите, что это. Поэтому мы в этой ситуации не хотим идти здесь на поводу. Продолжим разговор через несколько минут. 6510996, код города 495. Пишите на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Сегодня мы говорим об антипиратском законе, а также о защите наших персональных данных в интернете. У нас в гостях сенатор, член Комитета по образованию и науке Совета Федерации Руслан Гатаров и руководитель практики трудового права юридической фирмы Goldsblood BLP, Надежда Илюшина. Пытаюсь все время правильно выговорить. Goldsblood BLP. Да, мы с вами начали говорить и уже практически половину программ проговорили по поводу антипиратского закона. Я на самом деле все равно не могу понять, почему так все сложно, хотя на поверхности належит просто ответ на этот вопрос, как монетизировать именно права, да, права обладателей, то есть, чтобы они получали за это деньги. Ведь хоть вы и говорите о том, что интернет-провайдер не хочет этим заниматься, он не предоставляет трубу, но он также предоставляет мне этот сигнал. И я, как потребитель, должен заплатить и забыть, и пользоваться бесплатно любой информацией, которая находится в режиме доступа в интернете, если она выложена. За это я не должен нести никакую ответственность. Это услуга, по большому счету. Александр, вот хостинг... Это просто услуга. Если вы говорите про хостинг-провайдер, хостинг-провайдера, вот у хостинга, если вы говорите про хостинг-провайдера... Они не хотят делиться деньгами. Нет, нет, нет. И вы про оператора связи говорите или про хостинг-провайдера? То есть, вот есть некие... Ну, то есть, это где-то смешанные понятия. Но вот есть там Ростелеком, МТС, Мегафон, Вымпелком, ну, то есть, крупнейший, Акада там. Понимаете? Вот есть они. А есть хостинг-провайдер. Это тот, если вы владелец сайта и не хотите, чтобы у вас было свое железо, вы покупаете место у него. И он отвечает у вас за то, что всего лишь, чтобы хранить там информацию о вашем сайте у себя. Чтобы тот, кто... Вот я зашел, чтобы я попадал именно к нему туда. Вот и все. То есть, кого вы хотите? Операторов связи хотите? Ну, хорошо, вы получите таких монополистов, вы получите такую цензуру, что государство в этой ситуации будет, блин, самым главным защитником граждан. И мы будем принимать десятки, а может быть, сотни законов, чтобы их тут ограничить, в этом ограничить. Они, может быть, из-за государства. А сейчас, по вашему счету, будут ограничиваться и мои права как потребителя в этой информации. То есть, я не смогу получить информацию, которую я хочу бесплатно. Я не могу ее передать, показать друзьям, потому что это будет восприниматься как нарушение закона. Нет, если вы возьмете ссылку и отправите ее там по электронной почте, порекомендуете, что вот посмотри этот фильм, да, то это не будет являться. А если вы этот фильм начнете у себя в блоге, а еще и показывать, а еще и брать за это деньги, тогда да, тогда вы. Или зарабатывать на рекламе, то тогда вы, конечно, будете приступать к закону. Что касается второй части, и вот я очень тоже хотел бы об этом сказать. Государство, с одной стороны, должно помогать правообладателям, не в обязательном порядке сделать так, чтобы интернет-отрасль развивалась, потому что это важный сегмент экономики для нас. С третьей стороны, в обязательном порядке дать возможность гражданам доступа к информации. Это в том числе и конституционная норма. И вот здесь мы сейчас открыли дискуссию, автор ее там Иван Засурский, он говорит о том, что давайте определимся критерием. Что мы четко говорим, вот это бесплатно, это по конституции гражданин может получить. Вот это пока платно, но через, вот это через два года, вот это через месяц, вот это через 20 лет, вот это через 50 лет. Будет бесплатно. И очень важно нам определиться с нашим народным застоянием. То, что было создано в советские годы, у которых вроде как нет на данный момент хозяев, что с этим делать. Почему это сейчас платно? Или почему это бесплатно? Вот нужно определиться и договориться, достигнуть консенсуса, принять соответствующие нормативно-правовые акты и забыть этот вопрос. — Интересно, что активнее всего пираты орудуют Швецией, как это ни странно. Там они создали свою даже партию, которая ко всеобщему изумлению на выборах в Европарламент получила 200 тысяч голосов. И одно место из 18 причитающихся шведам. Вышедший, вывешенный на сайте партии манифест определяет три направления борьбы. Так вот, за фундаментальную реформу закона об авторских правах, за отмену патентных ограничений и за невмешательство в права граждан со стороны государства. В России ведь тоже может появиться такая партия. — Ну, она, по-моему, и есть. Не знаю, зарегистрировали ее, не зарегистрировали. И, ну, это же право на самоопределение тоже, которое дано Конституции. — То есть появление даже в Швеции такого рода партии говорит о том, что они не смогли, даже во Франции, которая приняла нашумевший закон по борьбе с пиратами, совладать с этим явлением. — Да, во Франции, наверное, один из самых жестких. В Америке, конечно, если ты пират, то у тебя отнимут, если до суда от дела дойдет, у тебя отнимут дом, у тебя отнимут все деньги, и ты можешь сесть в тюрьму. То есть это факт. А что касается Европы, ну, мы же знаем, в Европе сейчас идет по пути не совсем адекватных мер в части того, что вот у них демократия везде. Я не против. Вот они хотят. Но я еще раз вам говорю, отсутствие авторских прав, отсутствие интеллектуальных прав приведет к тому, что просто граждане не будут выбирать идти в литературу, в науку, в кино. Зачем? И зачем мне становиться там продюсером, вкладывать деньги, если я точно знаю, что потом кто-то заработает, а я останусь в убытке? Зачем мне это надо? Либо меня должно постоянно датировать государство, а государство тоже, почему это должно делать? Из денег налогоплательщиков. Кто-то на этом зарабатывает. Наука. Если я не могу запатентовать свое изобретение, то, извините, я там 20 лет учился, 20 лет из лаборатории не вылазил. После этого сделал открытие и не могу его запатентовать. Нет, ну все это замечательно, но есть же также известный пример. Есть патенты на лекарства. Вы знаете об этом, да? И которые фармацевтические компании продают... Скупают? Да, ну просто погромными. Да нет, самое страшное, что иногда очень, ну как говорят, что крупные фармацевтические гиганты скупают реально действующие лекарства, патенты на них ложат в стороночку, потому что какой смысл выпускать лекарства и вылечить людей? Десятки миллионов людей, которые не могут воспользоваться этим лекарством. Я же говорю, вот здесь очень важно найти золотую середину. Вы хороший пример привели, и это тоже имеет место быть. Но я вам говорю, что здесь вот нельзя просто вот сказать, вот да, 200 тысяч, одно место они получили из 18. Ну их голос будет услышан, они в каких-то вопросах смогут пролоббировать интересы тех, кто за них голосовал. И я считаю, что это нормально. Может быть и у нас через 3-5 лет пиратская партия или ее аналог может получить место в федеральном парламенте или в региональных парламентах, например, в Москве. Это нормальная вещь, я к этому абсолютно адекватно отношусь. Из-за антипиратского закона хотелось бы еще перейти к утечке наших персональных данных. Вы очень плотно занимаетесь этим вопросом, насколько я знаю. Вы летом, по-моему, встречались с представителем, если я не ошибаюсь, не помню, не ошиблась еще до конца, с представителем Фейсбука. Google, Facebook, да. И вы о чем-то договорились, потому что переговоры у вас были с закрытыми дверями. О чем вы договорились? То есть на самом деле они пользуются нашими данными или нет? Тема прависи в широком смысле в паблике прозвучала очень серьезно после истории со Сноуденом, где он рассказал о программе PRISM. Это всемирная слежка Соединенными Штатами за пользователями интернета и всего телекома. И как-то граждан это стало волновать. Я занимаюсь, получается, почти два года этой историей. Мы начали с того, что внимательно смотрели наш 152-й федеральный закон о персональных данных. Мы считаем, что он нормальный, но не идеальный, его надо дорабатывать. И мы также тогда уже озаботились тем, что крупные интернет-компании накапливают огромное количество наших персональных данных. И непонятно, как они их хранят, как обрабатывают. И вот Сноуден подтолкнул нас к такой более активной деятельности, если честно. Что мы... О чем мы разговаривали с Гуглом? С Гуглом мы в первую очередь разговаривали о том... Сноуден их обвинил в том, что они дают доступ к своим серверам, прямой доступ к своим серверам, а значит к нашим... Службам, да? Да. Ну, третьим лицам. Я это называю третьим лицам. То есть для меня неважно. То есть Анбе, ЦРУ, Боинг, пираты, наркоторговцы. Неважно. Это третьи лица. И по закону они не имеют права это делать. По какому закону? По 152-му федеральному закону. По европейской конвенции, которую Россия ратифицировала в области персданных. В общем-то по американскому закону. Но их политики конфиденциальности, это пользовательские соглашения, которые мы все нажимаем, не читая обычно, написаны с большими нарушениями... Нашего законодательства. Нашего европейского законодательства. На мой взгляд, в том числе и американского законодательства. Потому что допускается то, что компания может передать наши данные третьим лицам, если считает это правильным. Вот примерно вот такие у них есть определения. Но когда начинаешь уточнять, они говорят, нет, ну это мы только своим партнерам для создания новых продуктов. Но это не написано. И поэтому в принципе они могут делать нашими данными персональными. А реально поисковик, если вы пользуетесь поисковиком, почтой, социальной сетью одной и той же компании, он знает о вас больше, чем государство. Ваша жена, ваш босс на работе. У кого есть любовница или любовник. Да, потому что они четко знают, какие запросы вы вводите, какими болезнями вы болеете. В Америке же уже Google предоставляет государству, и это, кстати, положительный опыт. Они сейчас не проводят социологическое исследование, не собирают статистические данные с больниц. У них все это уже есть. У них, как только количество запросов на протигогриппозные препараты увеличивается, они объявляют эпидемию. Все. Понимаете, вот это big data, это то, что сейчас работает. Так вот, я хочу очень серьезно поговорить о правосе с точки зрения того, что для этих компаний это самая главная монетизация. Тысяча персональных данных людей, которые могут себе позволить купить Mercedes, стоит там 160 долларов, ну, примерно, на рынке. Тысяча больных раком стоит там в 2-3 раза дороже. И это всего лишь рынок того, что этим людям, ну, то есть, представите, да, то есть, с одной стороны, богатые люди, а с другой больные. Но больные стоят дороже. Почему? Все очень цинично. Эти люди готовы на все, продать все, чтобы просто выжить. И это рынок, к сожалению. И рынок поглощает эту информацию. Конечно. Есть спрос и есть предложение. То есть, это то, что продает Google, то, что дает Google, там, стоить 300 миллионов, миллиардов долларов, стать крупнейшей компанией мира. Безусловно. Там как раз куча патентов. Да-да-да. Помимо этого есть. Но основа их капитализации, это наши с вами персональные данные. Мы продолжим через несколько минут. Мы говорим сегодня об утечке персональных данных. Да и не только. В первой части говорили об антипиратском законе. Но сейчас самое интересное, это наши персональные данные. Напомню, что у нас сегодня в гостях сенатор, член комитета по образованию и науки ССФ Руслан Гатаров. И руководитель практики трудового права юридической фирмы Goldsblood BLP Надежды Илюшина. Надежда очень внимательно слушала нашу беседу почти на повышенных тонах с сенатором. Но тем не менее, меня интересует, прежде всего, информация, которая может быть передана третьим лицам, о котором вы, Руслан, сказали. Это может быть, допустим, работодатель, либо органы правопорядка. То есть, если их интересует какой-то определенный человек, они могут сделать запрос в поисковую компанию, в тот же Google, в Facebook и проанализировать, получить полное досье на этого человека? Давайте мы говорим, будем де-факто и де-юре, да? Де-юре, да. Вот на данный момент пользовательские соглашения американских компаний, всех без исключения, мы практически все уже проверили, по каким-то уже высказали официально претензии, направили их в Роскомнадзор, Генпрокуратуру. Сейчас подключаем к этому Европейскую комиссию, которая занимается Европейской конвенцией по персональным данным, о котором я говорил. И де-юре, их пользовательские соглашения написаны так уклончиво, либо впрямую позволяют... В общем, возможно. Да, ну, например, пользовательское соглашение компании Apple, безобразное. Говорится, что ваши персональные данные компания имеет право передать в целях национальной безопасности. Ну, то есть, грубо говоря, они даже могут не стесняться, а говорить, что нет, что мы никому не... То есть у них это написано, и они могут спокойно передать АНБ и ЦРУ для того, чтобы они там за нами с вами следили. А наши правоохранительные органы? Вот. А... В смысле, нашим правоохранительным... Да, если они сделают запросы. Даже когда наши правоохранительные органы делают запросы американским компаниям, мы получаем кукиш с маслом. Ну, вот так. Это к американским ли компаниям, конечно. Вот. И получается, что... Так вот, это не самое страшное. И дальше еще. Ну, и прочее, грубо говоря. Либо в каких-то других случаях. То есть захотят, передадут наркоторговцам. Захотят, передадут там... Кому хотят? Вашему работодателю, вашему врагу, с которым вы судитесь. То есть, де-юре. Де-факто, скорее всего, нет. Все-таки это крупные там компании с большим количеством юристов, понимающие там имиджевые потери. Но де-юре это так. И вот с этим мы боремся. То есть, первая линия нашей защиты гражданина, причем это уже даже не гражданин, не только гражданин Российской Федерации, хотя в первую очередь мы об этом говорим. Но мы сейчас... У меня есть желание, и мы уже с несколькими представителями других стран разговаривали, объединить свои усилия и давить на американские компании. В Европе же они точно так же нарушают большинство европейских законов, ровно в том числе в передаче персональных данных. Надежда, у вас есть мобильный телефон? Конечно. А вы смартфон... Какой компанией пользуетесь? Apple? Яблочный. Яблочный. Мы купили 5С. Я? Ну нет, что вы. Нет? А почему вы боитесь? Там же тоже новая функция есть, очень интересная. Снимают отпечатки пальцев. Теперь они могут даже под отпечатком пальцев вас проверять. Ой, да. Исканировать. Вы, кстати, каким образом защищаетесь? И что вы можете предложить нам, как пользователь? Защита какая-то существует? Знаете, конечно, защита существует. Есть законательная защита, но согласно с Русланом. Есть де-юре, есть де-факто. Защита, понимаете, защита персональных данных, да, это процесс не односторонний. Это всегда, ну, то есть вообще взаимодействие, обращение с персональными данными, это всегда процесс двухсторонний. Кто-то их получает, да, там, Google, Яндекс, да кто угодно. А кто-то их предоставляет. Вот когда человек предоставляет свои персональные данные, да, он должен понимать, он должен смотреть, куда, кому, да, какие бумаги он подписывает при этом. Потому что, да, в законе у нас есть обязанность, точнее, обязанность у оператора, который обрабатывает персональные данные, получать письменное согласие, там, субъекта, да, того, кто предоставляет на это. Поэтому, когда вы заполняете, там, не знаю, пользовательское соглашение на сайте, или вы заполняете анкету, да, при получении, там, дисконтной карте в магазине, да, где угодно, да, должны, ну, прочитать, да, что, под чем вы подписываетесь. То есть, если там есть фраза о том, что, да, мы можем передавать и так далее и тому подобное, будьте готовы к тому, что ваши данные будут передавать. Тогда это уже, ну, в какой-то мере, да, необходимо задуматься, в каком объеме эти данные вы будете передавать, да, то есть, что, грубо говоря, не страшно раскрыть. Вот, опять же, да, про социальные сети, про то, что Google, там, имеет доступ, Яндекс и тому подобное. Ну, поймите, да, что все-таки аккаунт социальной сети — это некий ваш инструмент, да, и вы им управляете. То есть, до тех пор, пока вы на свою страницу, на свой аккаунт, там, социальные сети не положите какую-то информацию, да, она не будет доступна другим людям. То есть, вы сами вешаете свои фотографии, да, вы сами публикуете, там, какие-то свои взгляды религиозные, там, не знаю, любые. Поэтому, то есть, вы таким образом сами даете доступ к определенному, там, ограниченному или неограниченному числу людей. — Послушайте, вот совсем недавно мне звонит один из представителей банка, и говорит, я бы хотел вам предложить услугу. Я говорю, а какого банка? Нет, вы сначала скажите, вы за или против? То есть, вы хотите, чтобы я вам предложил услугу или нет? Я говорю, послушайте, откуда вы знаете мой телефон? Он говорит, а это наши партнеры, вы, видимо, где-то оставили информацию, а наш партнер предоставил эту информацию нам и дал ваш телефон. Вот взаимодействие этих партнеров, простите, это законно? — Это зависит. — От того, дали вы согласие при обработке ваших персональных данных? — Я даже не знаю, о ком идет речь. — Вот вы есть в Фейсбуке. — Есть я в Фейсбуке, да. — Вот они могут передать ваши персональные данные хоть ко мне. — А номер телефона? — Мне номер телефона там, нет, мобильного, мобильного телефона. — Хорошо, хорошо. Значит, вы где-то когда-то чего-то заполняли? — Ну, в магазине, да. — Да, ну все. — Но здесь ситуация с двух сторон. — Понимаете, все равно, они получили мои персональные данные для того, чтобы я мог пользоваться их картой. — И потом эти данные уходят в банк? — Вы прочитали пользовательское соглашение? — Там не было никакого пользовательского соглашения, просто карта, анкета. — Там обычно мелкими-мелкими буквами написано. — Ничего там не было. — Если этого нет, тогда это нарушение закона. — Я могу подать суд на банк, который мне позвонил. — Нет, нет. — Почему? — Не на банк, не на банк. — Не на банк, конечно. — А я не знаю, кто предоставил им эти данные. — Понимаете, и вы, я боюсь, что именно ваша ситуация вы не узнаете. Я могу сказать, что я в день получаю, ну в неделю, регулярно звонков 5-6 тоже от банков, от каких-то салонов красоты, еще откуда-то наши друзья дали ваш номер телефона. Хотя, кстати говоря, мой номер телефона зарегистрирован вообще на другое имя, на мужское. Но они звонят и говорят, Надежда, вот, значит, хотим с вами пообщаться. Понимаете? Либо вы где-то прокололись, ну прокололись в смысле подписали какую-то бумагу, которая была составлена грамотно и которая тому добросовестному, назовем это оператору, предоставила возможность ваши данные куда-то предоставить. Но, кстати говоря, вот у компаний, которая получает ваши персональные данные, начинает их аккумулировать, где-то у себя хранить, как-то обрабатывать, да? У нее тоже есть определенные обязанности. — Очень большие обязанности. — Да, и она тоже здесь начинает быть задействована. Так вот, тот, кто передал, может быть ответственным. И тот, кто получил и начал обрабатывать, тоже может быть ответственным. Но могу сказать так, что если... Ну, а как с ними бороться, да? По сути, методы вроде как юридические есть, но... — Они не работают. — Лично у меня возникает вопрос относительных эффективностей. Потому что если вы пойдете бороться за правду, вы, конечно, ее, там, борьбу выиграете. — Ну, я понял, это безнадежный случай. — Не, ну и штрафы, конечно, у нас в нашей стране смешные. — Ну, там тысяча рублей, по-моему. — Тысяча рублей, причем мы еще... — Это нужно сновидеться. — Это еще нужно там постараться. — Да, да. — За 20 тысяч, если крупная компания получает штрафы, найдет суд. И еще Роскомнадзор, как мне сказали, ни разу не выиграл этот суд. И поэтому они стараются 3 тысячи выписать и забыть. Штрафы в Европе — 300 тысяч евро. Штрафы в Америке — 500 тысяч долларов. В Южной Корее — самой продвинутой стране в айтишном плане в мире. Штрафы дичайшие. Уголовное наказание — 2 года. И закрытие компании. То есть полное закрытие компании. — У нас буквально 2 минуты до конца. Руслан, поскольку вы к нам пришли сегодня, мы вас от ваших важных государственных дел немножко оторвали. Поэтому задам еще один вопрос, поскольку не могу вас отпустить без ответа. Этот сайт Минздрава за 25 миллионов — это вообще что это? Это коррупция без прикрытия? — Понимаете, вот сайт... — Может стоить сайт 25 миллионов? — Александр, я отвечу можно иносказательно. Вот когда говоришь сайт 25 миллионов, все говорят... О-о-о-о! А когда на полгода аренда ЦОДа за 1,89 миллиарда рублей, и я не понимаю, что там нужно хранить и зачем это нужно делать, а мне говорят, так есть постановление правительства, у нас есть деньги, мы должны их потратить. Для меня это взрыв головы. Но СМИ это не очень интересно, потому что в этом надо разбираться. 25 миллионов, на мой взгляд, это где-то непрофессиональность, некомпетентность, где-то, возможно, перестраховка. Воровство произойдет в момент, когда произойдет аукцион, и цена упадет на 50 рублей или на 500 рублей. Пока это нельзя назвать воровством. На данный момент, на мой взгляд, есть нарушение того, как была сделана процедура. Но с точки зрения документов, они обложили все, никаких вопросов. Но с того, что это вызвало бурю эмоций в айтишном сообществе, и вообще информатизация здравоохранения, самый безобразно созданный, проведенный проект, потрачено больше 20 миллиардов рублей. Это, конечно, заставляет задуматься, и Минздрав, я знаю, что об этом уже задумывался, о том, в качестве тех людей, которые это делают. И вот здесь, именно в этом. А то, что общественный контроль и внимание, и мы это внимание сейчас будем системно. Вот я решил для себя сосредоточиться на айти-закупках в целом по стране. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи.